Музыка 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 Итак, всем привет, с вами Павел Первый Ииии, как вы догадались Вышел новый снапшот на Майнкрафт И это первый в этом году Соответственно вверх Все его 13V01A Этот снапшот принес С собой очень много вкусностей И соответственно изменения, которые Будут связаны Которые будут в следующих снапшотах Они будут связаны именно с обновлением Redstone Update Основно будут нацелены именно на Redstone В инвентаре у меня очень много Новеньких таких Вещичек, которых еще не было Они только что появились Вот Так вот Поговорим начало о мелких изменениях Первое изменение Это то, что Как бы Теперь соединения Redstone Стали последовательными То есть Это Будет вызвать меньше багов С поршнями Извинения в инвентаре Это прежде всего То, что Какие-то Что-то непонятное Типа Если мы удерживаем правую кнопку мыши Можно там быстро перетащитить Честно говоря, не понял, как это работает И у меня так это ни разу не получилось Ух ты А Понимаешь Я это даже не заметил Так В общем Я это не понял Да и вообще Тут ничего не работает Связано с инвентариумом Например То, что Если Вот Допустим Вот так вот как-то Собранные шмотки Должен нажать shift По вещи То Нихрена не получается Они должны собраться в стак Но я лично не понял, как это делать Поэтому Вот Вы сами видите Вот И То же самое Происходит Точнее, не то же самое А все же вещи Если мы нажмем два же shift В инвентаре Сундука Шмотки Должны Перейти к нам В инвентарь Но Нихрена, как видите Этого не происходит Может я что-то неправильно делаю Поэтому Я не знаю Вот Собственно говоря Скорее всего Что-то неправильно И так Как видите Я держу в руках у себя Адский камень Это не просто Так Потому что Теперь наконец-таки Появилась возможность Крафтить адский кирпич Для этого нам понадобится Соответственно печь Чтобы Сделать 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 Вот такой вот Эээ Кирп То есть адский Кирпич это бог И вот такие вот адские кирпичи И нам Дают из кирпичей И получаем адский Как-то так В общем Нам понадобится Соответственно Печка Мы крафтим Ну то есть Делаем кирпич Плавим Так Нам его понадобится Чтоб В общем проверить Всё это Посмотреть Работает ли Я Положу Один уголёк И вот Собственно пошло Так Ждём Посмотрим Кирпичик Будет ли Так Кирпич есть Давайте Возьмём Несколько кирпичей И В каком-нибудь Верстачке Вот он Верстак Скрафтим Бог Вот он Так Крафтится Как обычно То есть Из таких кирпичей Крафтится кирпич Только из адских Вот мы получаем Себе адские кирпичи Довольно Нетрудный способ Добычи Между прочим Вот Как бы Ааа Значит С адскими Кирпичами Мы закончили Довольно Есть прикольное Введение Это то что добавили А Такую вот Кварцевую Руду В А В ад Ааа Вот Так вот Она как-то Выйдет После Разрешения Получаем Сейчас посмотрим Что мы получаем Потому что я сам не знаю Что ещё мы получаем Но точно мы получаем Кварцевую Руду Так Вот Вот Пожалуйста Кварцевая Руда Да Пока я не знаю Для чего она будет Но я вот так думаю Что именно для этих Редстоун механизмов Она очень даже Пригодится Вот С Рудой В общем мы Разобрались Больше Такого Ничего нет Ну перейдём К Редстоуну Здесь специально Для себя Выделил местечко И даже с этим Я не понял Как всё До конца это работает Потому что я уже Много чего Пробовал И запарился И так Самое первое То что я держу В руках Как видите Чё-то модели нет у неё Вот так выглядит Это Ковш Для предметов Который Вот смотрите Сейчас я вам покажу Кое-что Если мы кидаем предмет Он попадает в ковш И он оказывается тут Вообще Написано Что он служит Для передачи Предметов в сундук Но каким образом Мне пока что Непонятно Я пробовал уже Соединять их Редстоуном Но Всё бесполезно Ну я уж Думаю Что точно не так Ну прикольно Можно кидать Сейчас тут и Как бы Хранилищем Большим Это служит Вот Я думаю Может он Сигнал какой-нибудь Хотел посылать Будет Но это всё Бестолку Как видите Сигнала нет Даже если Сюда Сейчас закину Вот Блин Да что такое Вот Видим Я закинул туда Но сигнала Так и не появилось Поэтому Пускай пока Остаётся Второй Как видите у меня Сундук Но это не просто сундук Это Сундук-ловушка Да Наконец-таки сделали Такой сундук Как видите У него немного Немного Вот здесь Красноватый Вид Вот Возле Замочка Если сравнить С обычным Сундуком Сейчас я вам покажу Так Значит Ты мне куш О Смотрите-ка Здесь Немного Такая Светленькая Здесь красненькая Вот так вот Можно Лищить Сундук-сундук Здесь также можно Уложить Вещи Но При этом К сундуку Можно Подавать Redstone Сигнал Или От него Я тоже не понял Честно говоря С этим ничего Стоп Мне кажется Ленка открывается Ленка открывается Он тогда и И Да вот В общем это надо испытывать Когда хотя бы Еще один игрок Есть Поблизости Так уж точно Я думаю Не испытаешь Вот Вот когда его открываем Все по всему Идет сигнал Можно Это конечно же Проверить Допустим Поставив Поршень Поршень Так Давай вот там Поршень Так Надо вот так Снимай поставить Обычный Ну точно как видите Первая загорается Насчет второй Я даже не знаю Так Ну Что бы такого Так Давайте попробуем Поставить повторитель Что Быть может У нас что-то Получится О! Да! Вот так вот он подает сигнал Как видите И пока сундук открыт Выполняется что-то А чему-то так Вот если поставить Один Redstone Он Он только подает На первую Цепочку На первую линию Только на один был Сигнал У него идет Вот Как и видели Думаю Да? Вот такие Единишки Но Тоже Пока что Не ясно Что с ковшом Хотя Можно Поэкспериментировать Вот я сейчас Заброшу Столом Нет Так сигнал К нему Не идет Значит Он служит Для каких-то Других целей Я так думаю Итак С первыми двумя боками Мы разобрались Выкидываем их Вот следующие Два бока Они не реагируют На наши нажатия Но Реагируют на Нажатие Других Блоков То есть Если мы Сюда Допустим Выкинем Стак Блоков Так Чего они не 3D Теперь Теперь ясно Почему нету Этих сундуков На огоне Потому что тут Нету Всех Обновлений Которые были в 1.4.5 Не 1.4.6 По-моему На огоне Ведь там В 3D Все это было Туда Так вот Эти блоки Реагируют На Нажатие Именно На То что мы Кидаем То есть Это очень прикольно Сделано Допустим Чтобы не игрок Становился на плиту А именно Нам надо было Кидать Чтобы конкретно Я думаю Многим поможет Но В чем разница между этими двумя Это непонятно Но Но в общем то С какой силой И Тут Как бы Будут С каким весом Будут тут лежать Все На этой У residential По силой Будут посылаться Сигналом И как видите Он крайне слаб Давайте сразу показать Ну Но Пока что Я не заметил Разницы Какую либо Вот, зато у золотого блока, смотрите, как идёт сигнал. Ну, потому что, я так думаю, железная пластина, она тяжёлая, как видите, тут написано. Тяжёлая химия, а золотая она лёгкая, поэтому чем сильнее жмём, тем больше сигнал идёт. Поэтому от неё такой бы намного больше сигнал, чем вот с той же вот железной пластины, здесь надо много чего накидать, чтобы хоть какой-то сигнал прошёл. Такие дела, даже мы можем попробовать эту дверь открыть. Вот, как видите, если заберём, мы отсюда дверь закроются. Так, значит, мы разобрались с плитами наживными. Следующий это блок Redstone, он работает примерно так же, как и красный факел, но отличается он тем, что его можно двигать. То есть, поршни могут двигать спокойно, как угодно. Вот, допустим, поставим поршень, от него идёт сигнал. Так, если я вот, допустим, сейчас проведу сигнал к поршню, то, по идее, так вот всё это будет как-то выглядеть. Если я вот так поставлю, то, в общем, потом меня поняли. Он должен был уфигать. Во! Вот как это выглядит. Примерно. Когда сигнал идёт на поршень, тогда, конечно же, поршень не двигает. Соответственно, поршень может подвинуть и даже блок Redstone. Вот для таких целей он осуществляет. Тоже прикольная вещь. Вот. Следующая, не менее прикольная такая вещь. Это детектор. Точнее, дневной сенсор. Как он работает? Давайте я найду по-своему место. Хотя у меня тут даже и места нет, надо было сюда ранить. Так, у нас в джунгле. В общем, как он работает? Значит, он ловит свет, который идёт на него. Если свет вообще есть, то сигнал падаётся. Соответственно, с такой силой, с какой силой на него падает свет. Чем сильнее свет, тем больше сигнал. Как-то так он и работает. И сейчас я поставлю, допустим, ночь. Именно ночь. Таймсет. 18.00. Потому что это не именно чистая ночь, то сигнала вообще нет. Потому что дневного света у нас нет. Вот такой вот прикольненький сенсор. То есть, если свет не падает, значит сигнал не идёт. Можно использовать там каких-нибудь, допустим, в ваших картах. Типа сделать храм, что он, мол, там по утрам только открывается. Или в какое-то определённое время. То есть, когда с какой-то силой именно конкретно свет падает. И тогда только сигнал доходит до определённого промежутка. То есть, если свет слаб, то как бы... 18.00 поставлю. То, видимо, очень слабый сигнал. И чем он сильнее, тем, конечно же, сильнее сигнал редстоуна будет. Вот такая очень прикольная вещичка. Так, и последнее. То, что добавили, это редстоун компаратор. Как-то так он называется. Вначале планировали сделать его как конденсатор. Но, в общем-то, непонятно, почему назвали его компаратором. Но он в замену конденсатору. В общем, что это за штука такая? Вот, допустим, есть два входа. Подаётся на него два сигнала. Один вот так вот сзади. То есть, вот так вот. Вот эта вот задняя часть. И ещё один сигнал сбоку. А вот отсюда идёт уже... В общем... Так сказать, ответ. Если всё верно. В общем, что это за штука? Когда мы подаём сюда сигнал, это считайте, что сила сигнала единица тут будет. Если я сюда подам единицу... Всё. Сигнал сюда не идёт. То есть, это как бы рассчитывается силой сигнал. Если я, допустим, два рычага пикну, уже два. Я сюда включаю один. Как видите, да. Если я второй пикну, то вот так. Можно переключать режимы. Как бы... Где непонятно... Не очень понятно для чего. Это я сам не понял. Сигнал... Ещё пока что. А... Как бы... В общем, если сигналы равные, то тоже сигнал не подается. Нужно, чтобы вот этот сигнал был больше, чем сигнал B. То есть, вот это вход A, и это вход B. Если сигнал со входа B сильнее, чем сигнал со входа A, то на выходе ничего у нас нет. Если же сигнал A больше, чем сигнал B, то на выходе подается сигнал. Соответственно, мы можем это проверить. Допустим, поставить лампочку. Я вот убираю, и свет горит. Если я ставлю, свет не горит. Как видите, соответственно, если по одному... Тоже не очень понятно, как работает эта... Вот эта хрень, кнопка. Она, что ли, служит как типа для... Допустим, если они равны сигналу, то должен идти сигнал. Но я не понимаю пока что, как это всё работает. То ли это считается всё за один сигнал, то ещё что-то. Но как выйти, если два сигнала... Если, допустим, третий поставить... Надо это проверить. Не работает. Четвёртый тоже не работает. В общем, видите, непонятно пока что, как этот прибор работает. Но я думаю, конечно, в скором времени... Профи в Redstone быстренько разберутся. Вот. Вот такое довольно крупненькое обновление. Точнее, снапшот. Очень много чего он принёс нам. Я думаю, немало принесёт и в следующих обновлениях. Соответственно, ждём Redstone Update, который будет в скором времени. Я не знаю, когда, конечно, но я думаю, что хотя бы зимой он выйдет точно. Вот. Ну всё, на этом пока что с вами был я, Павел Первый. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Надеюсь, вам понравилось. Всего хорошего и пока-пока-пока.